Святого Духа можно огорчить. В послании Ефесиным 4 главе 30 стихе написано «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Святой Дух – это личность. Это не значит, что он человек, но это значит, что у него есть черты характера, разум, воля, у него есть эмоции. Если Святой Дух любит вас настолько, что его может огорчить ваше непослушание, это значит, что он также любит вас настолько, что ему приятно, когда вы проявляете послушание. У него есть чувства. И то, что мы делаем или не делаем, может повлиять на его чувства. Мы можем огорчить Святого Духа Божьего. Мы можем разбить его сердце, когда что-то делаем или не делаем. Вот чего я больше всего боюсь. Я молюсь о том, чтобы единственным нашим страхом был страх огорчить Святого Духа. Не бойтесь того, что о вас подумают люди. Люди будут противиться вам, когда вы будете говорить истину. Люди будут нападать на вас, когда вы создадите для них дискомфорт, проповедуя Библию или сообщая им то, что говорит Святой Дух. Следуя за Духом, вы станете возмутителем спокойствия. Ваши слова придутся не по душе религиозным людям. Ваши слова могут разрушать устои, сказанное вами потрясет культуру. Вас не везде будут принимать с распростертыми объятиями, и это нормально. Следуя за Христом, мы также несем Его крест. Зачастую нас начинают преследовать за проповедь истины, за жизнь в силе Святого Духа, просто за любовь к Богу, провозглашение Евангелия. Вас будут гнать. Но не бойтесь людей. Не бойтесь того, что они подумают о вас. В конечном счете, они ничего не смогут с вами сделать. В конечном счете, вы в Божьих руках. Не бойтесь бесовских атак. Да, вам нужно быть насторожен, но не надо становиться паранойиком. Да, мы должны быть готовыми к атакам врага, к его попыткам обольстить нас. Да, мы можем вступать в духовные сражения, и мы не должны игнорировать духовную брань. Мы не должны относиться с равнодушием к силам тьмы. Мы не должны пренебрегать существованием дьявола и бесов. Но Библия предупреждает нас о том, что противник наш ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Но между бдительностью и паранойей есть большая разница. Так что да, нужно понимать, что идет духовная война. Но не стоит бояться бесов. Тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Тот, кто в вас, больше того, кто действует в различных мирских системах. Святой Дух обладает намного большей силой, чем любой существующий Дух. Нет более могущественного Духа, чем Святой Дух. Не надо бояться того, какое мнение о вас сложится у людей. Не бойтесь слов, которые они говорят. Не бойтесь выражения их лиц, когда вы говорите им истину. Не бойтесь того, что они подумают о вас, что они будут злословить вас или восставать против вас. Против вас будет мирская культура, религиозная система, ваши родственники, друзья. Всякий раз, когда вы будете говорить истину и поступать по Духу. Но не бойтесь того, что могут сделать или сказать люди. Также не бойтесь бесов. Будьте бдительны, но не бойтесь. Надо бояться лишь одного. Огорчить драгоценного Святого Духа. Не из страха быть наказанным. Хотя у греха есть последствия. Мы, разумеется, понимаем это. Грех обладает большой разрушительной силой. И даже верующие, которые согрешают, вкусят от его пагубного плода. Но не бойтесь ничего. Бойтесь только огорчить Святого Духа. Ничего не бойтесь. Бойтесь только огорчить Святого Духа. Пусть вами движет не страх наказания, но любовь. Такова жизнь верующего. Надо понимать, что ваши поступки влияют на его чувства. Пусть любовь побуждает вас к святой жизни. Возможно, вам передавались его боль и огорчение, когда вы проявляли непослушание. Такое было в моей жизни. Это случалось, когда я думал о чем-то, говорил что-то, или делал что-то, или чего-то не делал, что сильно огорчало драгоценного Святого Духа. И я буквально чувствовал, как меняется атмосфера вокруг меня. Красота Божьего присутствия, Божья слава, наполняющая мою жизнь, радость, мир и чувство единения и совершенного общения сменялись беспокойством, огорчением, тяжестью, бременем. Псалмопевец пишет, «Тяготела надо мною рука твоя. Я чувствовал, что огорчил Святого Духа. Я не хочу его огорчать. Единственное, чего я боюсь, это огорчить драгоценного Святого Духа. Я не хочу разбивать его сердце». Есть несколько вещей, которые могут огорчить его. Я перечислю пять из них. Первое – осознанный грех. Это вещи, которые мы делаем, понимая, что не должны их совершать. То, что противоречит Божьему Слову. То, что идет вразрез с Божьей природой. То, что нарушает инструкции, данные нам Святым Духом. Когда мы что-то делаем, зная, что не должны этого делать, то огорчаем Святого Духа. Второе – мы огорчаем Святого Духа, когда не делаем того, что Он велит нам сделать. Кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Так сказано в Библии. Когда Святой Дух просит вас сделать что-то, и вы знаете, что это Он обращается к вам. Кстати, здесь нужно тоже проявлять осторожность, потому что некоторые имеют склонность воспринимать каждую свою мысль как инструкцию от Святого Духа. В этих людях может развиться так называемый религиозный обсессивно-компульсивный синдром. Я не пытаюсь унизить людей, действительно страдающих таким расстройством, но такова реальность. Это реальность, в которой живут некоторые верующие. Они буквально одержимы тем, что, как они считают, говорит им Святой Дух. Например, встать где-нибудь и не двигаться в течение пяти минут. Или подняться с постели прямо сейчас и стоять на полу неподвижно. Или надеть красную рубашку, а не синюю. Или пойти на заправку и найти там определенного человека. Иногда это действительно говорит Святой Дух. Во многих случаях это не Он. Не становитесь излишне духовными и не принимайте собственные мысли и эмоции за голос Святого Духа. Да, мы можем огорчать Его, если чего-то не сделаем. Это может разбить Его сердце. Например, когда Он говорит «поддержи это служение», а мы отказываемся это делать. Или когда Он говорит «расскажи этому человеку об Иисусе», а мы отказываемся. Когда Он говорит «трудись в этом служении», а мы отказываемся. Когда Он говорит «сделай это доброе дело», а мы отказываемся. когда Он призывает нас молиться и читать Слово, а мы отказываемся. Все это – проявление греха непослушания. Третье, что огорчает Святого Духа – когда мы игнорируем Его присутствие. Святой Дух постоянно рядом с нами, но люди не всегда это замечают. Нельзя быть настолько занятым, чтобы перестать замечать присутствие Святого Духа. Не живите так, будто Его нет рядом с вами. Святой Дух близок к каждому из нас. Он обитает в нас, окружает нас, Он сопровождает нас. Моисей говорил, без присутствия твоего мы никуда не пойдем, потому что твое присутствие является признаком того, что мы обрели благоволение в твоих очах. Так, Он являет свое благоволение к нам. Некоторые так заняты, что им просто некогда остановиться и заметить, как Он близок к ним. Не игнорируйте Его близость. Не игнорируйте близость драгоценного Святого Духа. Не переставайте замечать Его. Не проживайте день за днем, не поговорив с Ним. Не проживайте день, ни разу не положившись на Него. Позвольте Ему участвовать в вашей жизни. Заметьте Его. Не игнорируйте Его. Четвертое. Святого Духа огорчают разделение в теле Христовом. Скажу откровенно. Иногда разделения нужны. Иисус сказал, не мир принес я, но меч. Вы либо со мной, либо против меня. Иисус четко дал понять, что Он – путь, истина и жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Него. Бывают времена, когда разделения необходимы. Если кто-то учит явной ереси, тому, что противоречит фундаментальным основам веры, на это нужно указать. Если это продолжается, нужно оставить это место. Если кто-то живет в сексуальном грехе и не собирается каяться, но продолжает в открытую жить в этом, Писание говорит, что мы не должны иметь ничего общего с таким человеком. Так сказано в Библии, это не я говорю, а Божье Слово. Итак, есть время для разделений. Но я думаю, что среди верующих разделения зачастую случаются из-за эгоизма, чрезмерной чувствительности, гордыни, страха. При этом они пытаются сделать Святого Духа ответственным за то, что сами поступают по плоти. Например, они говорят, «Ты огорчаешь Святого Духа». Или «Я чувствую в Духе, что в тебе есть что-то неправильное». Хотя, по сути, они говорят, «Ты мне не нравишься». Забавно, как люди, ввязавшись в спор, прикрывают свои плотские слова и действия духовными причинами. Я множество раз наблюдал за тем, как спорят верующие. При этом они заявляют, «В тебе какой-то неправильный дух». Таким образом, они не выражают ни согласия, ни сердятся друг на друга. Они просто проявляют незрелость. На самом деле, единство прямо пропорционально зрелости. Я не говорю о том, что мы должны принимать ересь и лжеучителей. Я говорю о том, что истинные братья и сестры во Христе время от времени могут нас огорчать. Истинные братья и сестры во Христе время от времени выражают свое несогласие с нами. Истинные братья и сестры во Христе время от времени наносят нам обиды. И если мы позволим таким инцидентам стать причиной горечи и разделения по небиблейским причинам, то огорчим тем самым Святого Духа. Почему? Потому что живучий в нас Святой Дух побуждает нас любить друг друга. Живучий в нас Святой Дух делает нас родными. Соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. Вы едины со Святым Духом, я едины со Святым Духом. И потому через Святого Духа мы едины, одно тело. И когда среди нас возникают споры и разногласия, появляется горечь. Подумайте о тех, кому вы испытываете чувство горечи. А ведь вы даже не вспомните, за что злитесь на них. Подумайте о тех, с кем вы перестали общаться, потому что они были несогласны с вами в вопросах, не имеющих отношения к вашей вере. Это проявление эгоизма с вашей стороны. Это не зрелость. Разделение – это одна из вещей, которые огорчают Святого Духа. Итак, мы можем огорчить Святого Духа, совершая осознанный грех. Мы можем огорчить его, совершая грех непослушания. Мы можем огорчить его, игнорируя его присутствие. Мы можем огорчить его, когда допускаем разделение. Мы также можем огорчить Святого Духа, проявляя неверие. Без веры угодить Богу невозможно. Проявляя неверие и живя в страхе, мы огорчаем Святого Духа. Почему? Потому что мы говорим Святому Духу, «Я не доверяю тебе, я считаю, что ты мне не сможешь помочь». Или мы как бы говорим, «Я больше полагаюсь на свои умения, чем на тебя». Это неверие, и это огорчает Святого Духа. Я хочу помолиться с вами сейчас. Я прошу вас прямо сейчас принять решение, задуматься о том, что может огорчить Святого Духа. Попросите Святого Духа о том, чтобы Он помог вам жить, угождая Ему. Отец, я молюсь о тех, кто смотрит это видео сейчас. Прежде всего, мы благодарим тебя, Господь, за то, что твоя милость обновляется с каждым утром и каждое мгновение. Мы просим тебя простить нас за то, что мы огорчаем тебя, драгоценный Святой Дух. Просто скажите Ему это, скажите «Прости меня, Святой Дух». Скажите Ему это, и скажите так «Помоги мне угождать тебе, а не огорчать тебя». Драгоценный Святой Дух, напоминай им об этом, и помоги им жить и понимать, насколько близко твое присутствие. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты обитаешь среди нас. Мы молимся во имя Иисуса, и скажите на это с верой «Аминь». Драгоценные наши друзья, если Бог благословил вас через наше служение, вы имеете возможность благословить других людей, которые будут слушать следующее видео, поддержав финансово служение CLT. Ссылка для пожертвования под видео. Пусть Бог благословит вас по богатству своему. Субтитры создавал DimaTorzok